Привет, мои хорошие! С вами Селена Суэй, и сегодня мы с вами затестим очень классную штучку из FixPrice. Но не знаю, насколько классная она будет, мы сейчас с вами это проверим. Вот я случайно зашла в FixPrice и за 55 рублей увидела вот такую линейку для бровей. Мне очень понравилась эта картинка, я сразу представила, как она у меня на заставке. И я, даже долго не думая, взяла его и думаю, затестим. Взяла ее и думаю, затестим. Я взяла два приспособления, это тени Диваж для бровей и вот такой вот карандашик Vivienne Sabo. Кстати, очень классные карандашики для бровей. Здесь у меня номер 001, это мне Леночка отдавала, блондиночка. А я вообще очень люблю 002, он чуть светлее, но 001 тоже хороший, тоже подходит. У меня татуаж бровей, спросите вы, зачем красить, да? Я вообще собираюсь немножечко подкрасить свои бровки, именно волосинки сами, потому что цвет моих волосинок очень-очень светлый. И вообще их периодически нужно подкрашивать. Так будет более ярко и насыщенно. Так, мы открыли, смотрите. Что здесь внутри? Больше ничего нет. Здесь просто вот такая вот фигня. Слушайте, это что-то. Мне надо срочно пойти взять свое новое зеркало. Сейчас приду. Кстати, новое зеркало из фикс-прайс идеально. Смотрите, сзади ничего нет, беленькое, да? А зато я себя вижу прекрасно. Так, давайте... Сейчас. Так, эта штука, она не держится так просто. Линейка, это очень интересно. То есть... Ей нужно вымерять, наверное... О! Она приклеилась. То есть вот я ровно поставила ее, да? На переносице. И ровно вот... И чуть-чуть ниже ее спущу. Главное ровно установить, да? И тут раз и покажешь, что... Брови-то у меня неровные. Так. Смотрите, но она особо не крепится. Она все равно отваливается. Мне кажется, мы карандашиком справимся с вами. Вообще, вот что только не придумывают. Вот объясните мне. Типа ты вымеряешь бровь. Просто чтобы она была одинаковая, что ли, или что? Вообще не понимаю, зачем это нужно. Вот как-то кончик тут может быть. Вообще какая-то ерунда. Может быть, нам что-нибудь напишут в этом? В инструкции? Потому что я вообще не понимаю. Линейка для бровей. Может, вот так она зашла? Ну, просто показывают, что вот она линеечка. И, типа, просто ты что-то рисуешь. А, тут показывают. Ну, вот на линейке тут, кстати, нет никаких особых. Здесь показывают, что какие-то должны быть точки. Вот оно, начало брови должно быть у вас. И конец. Так. Видимо, вот ноль и вот это вот. Начало и конец. То есть, по идее, мы должны сделать начало брови вот здесь. Вот. У меня прям начало правильное. А конец вот. Точка. Так. И еще серединка здесь. Только на картинке указано прям серединка высокая. А здесь просто линейка. Я не знаю. Может быть, это точка 7. Да? Очень похоже. Посредине где-то. Точка 7. И здесь. Дабы оно все было ровно, что как бы ровно не получится. Тоже мы делаем вот так. Конечное вот. Потом соединим. Это, типа, чисто для измерения. Вот она 7, высшая точка. Хотя у меня, может быть, и 6. Нет, 7. И все. Убираем. Да? А теперь прорисовываю. Ай. Типа все вот. Посмотрим сейчас, что у меня за бровки получится. Ну, может, я их, конечно, широковатые сделаю. Но зато ровные. Так. Низ особо трогать не буду. Вот волосинками прорисовываю. Такие волосинки у меня, да, с каждого. Не, ну, в принципе, бровь красивая, согласитесь? Ну, я имею в виду форма. Просто я его еще с лихвой брала. А если сделать так, то вот они ровные. Это же хорошо. Высшие точки одинаковые. Конечная точка одинаковая. Это же самое главное. Они были одинаковые. Мне кажется, что что-то в этом есть. Может, я поспешила забраковать уже и засмеять эту линеечку. Мне кажется, у кого не получается брови... Ну, да, ну вот это у меня чуть повыше, потому что я начала ее. То есть ее можно убрать. Но реально они ровные. Да? Высшие точки одинаковые. Получаются вообще относительно вот так. Начало здесь одинаковое. Главное правильно установить вот эту линеечку. И все. Вы поставите просто точки. Начало, конец. Да? У меня вот получается, что... Вот, оно четко тут стоит. Высшие точки у меня на семерке получаются. И конечные. Вот они конечные. Вот вам ровные бровки. По-моему, очень даже хорошо. Так что, слушайте, я эту штучку себе оставлю. В экспрессе иногда бывают такие вот, знаете, вещи. Ну, видите, и тени не понадобились, но то же самое мы можем делать тенями. Просто у меня бывает проблема, что я начинаю рисовать, да, там длиннее, там короче, тут ближе, там дальше. Точки не одинаково находятся. А вот эта штучка, кстати, очень классная, что она вот какая-то заворачивается. Да, она не держится, но... То есть нам не нужно все время ее держать, чтобы прорисовывать. Нам достаточно просто ее установить ровненько и быстро поставить точки. И все. А потом уже по этим точкам нарисовать. Ведь порой точки поставить тоже большая проблема, да? Вот такие всякие лайфхаки придумывают нам. Так что, если вы увидите вот такую коробочку, в принципе, 55 рублей, я думаю, эта штучка стоит. А я хочу себе покрасить реснички, ой, реснички, а я хочу себе покрасить волосинки. Вообще, я люблю такие широкие темные брови. Мне кажется, вот так вот тоже мне идет, тоже хорошо. Так я их почти в два раза шире сделала. И сразу, видите, вот как-то выразительнее лицо. Понятно, что сейчас гипер... Вы не думайте, что я такая накрасила и думала, ой, вот это да. Нет, я вижу, что сейчас гипер. Это, скорее всего, может быть, для какого-то видео, где много освещения, брови не видно. И вот я их нафигачила там сильно. Понятно, что я с этой штучкой могу сделать их поменьше, аккуратнее. Но сам факт, что они ровные. И все равно, сразу раз лицо меняется, да? То есть мне нужно чуть-чуть потемнее их и, конечно же, сделать мой размер. Мой размерчик. В общем, фикс прайс, спасибо. Приколюха классная. Буду пользоваться. Никому не отдам. Все, мои хорошие, понравилось? Ставьте лайк. Если где-то уже видели в фикс прайсе такую штучку, ставьте лайк. Берите. Мне понравилось. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Что-то начала я стирать в тихомолочку. Хотя можно затестить. Это салфетки для снятия макияжа для чувствительной кожи. Смотрите, как хорошо они справляются с нашими бровками. Вот раз я и все стерла. Вот бровь. Какая разница? Со стойкой помадой, конечно, они не так хорошо справляются, но с обычным макияжем достаточно легко вот все остается. Все. Вот мои бровки. Субтитры сделал DimaTorzok